13 августа в Заинском муниципальном районе стартовали встречи главы района с жителями микрорайонов города и сельских поселений. Первая встреча по итогам развития первого полугодия этого года прошла для жителей центральной части города. С основным докладом о социально-экономическом развитии города Заинск выступил глава района Разив Каримов. Он отметил, что уже четвертый год Заинский муниципальный район получает от республики 1 миллиард рублей инвестиций, что приносит свой результат. Сохраняется положительный динамик. Объем валового территориального продукта в 2017 году составил 38 миллиардов рублей с ростом 16%. Глава района ознакомил собрание с итогами работы крупнейших заинских промышленных предприятий Заинской ГРЭС, которая впервые за последние несколько лет увеличила показатели выработки электроэнергии заводов МЭФРА, техно-сахарного завода. Рассказал о работе сферы сельского хозяйства района, которая получила высокую оценку президента республики в ходе недавнего визита в наш район. Отметил, что в Заинске до конца года введут в эксплуатацию два крупных сельскохозяйственных объекта. Элеватор мощности 150 тысяч тонн и агропром парк. Это тоже большое подспорье. Что касается городской инфраструктуры, то акцент был сделан на объекты строительства и капремонта. Это многоквартирные дома, ремонт школ и детских садов, центральные районы больницы, строительство еще одного бассейна в микрорайоне 35-й квартал. В Заинске-2 строительство большой универсальной спортплощадки, ремонт молодежного центра, а также предстоящие реконструкции очистных сооружений и масштабный проект реконструкции школьной горы. Работы здесь уже начались. Есть проект. Жителям были представлены макеты набережной, которые появятся в Заинске в ближайшие годы. Руководитель исполнительного комитета города Заинск Сергей Максимов выступил по вопросу благоустройства и развития дворовых территорий в первом полугодии 2018 года. Также в повестке дня встречи вопросы работы ТСЖ, экологической ситуации, профилактики мошенничеств в сети интернет. Такие встречи для жителей микрорайонов пройдут для жителей нового города, поселка за год Зерно и Мирное, а также в Заинске-2. 14 августа начались встречи руководства района с жителями сельских поселений. Елена Маврин, Александр Тимофеев, Игорь Майоров. Новости Татарстана.